МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. По данным следствия, в марте 2013 года Валерий Помаргайло, исполняя обязанности директора департамента, предоставил предпринимателю собственность более 6,5 тысяч квадратных метров земли. При этом в десятки раз занизил стоимость участка. Действиями чиновника был причинен бюджету ущерб на сумму более 8,5 миллионов рублей. В ходе следствия Помаргайло свою вину не признал, однако собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. По мнению Помаргайло, нормативов и норм, уставляющие необходимую площадь для эксплуатации здания на территории Омской области нет. В связи с тем, поясняют, что действовало законно и законно предоставил земельный участок Шапсину. В настоящее время земельный участок, предоставленный Шапсину, возвращен в муниципальное образование. Уголовным кодексом предусмотрено наказание на совершение указанного преступления до 10 лет лишения свободы. 23-летний амич из-за вредных привычек может на 10 лет лишиться свободы. Житель Центрального округа распивал с друзьями спиртное, а когда в 5 утра алкоголь закончился, он решил ограбить магазин. Прибывшим на место происшествия полицейским, взволнованная женщина рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, открыто похитил имущество, после чего скрылся на автомобиле марки Mercedes-Benz. Заявительница запомнила номер автомобиля и приметы подозреваемого. Mercedes задержали через 15 минут на улице Лукашевича. Подозреваемый находился в машине в компании двух своих друзей. При себе у задержанного полицейские обнаружили пневматический пистолет и пакет с сигаретами и алкоголем. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В Кировском округе Омска автоинспекторы остановили КАМАЗ с прицепом без номера и опознавательных знаков. В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД начали составлять протокол, как вдруг в процесс вмешался посторонний мужчина. Он представился директором фирмы по перевозкам. Предприниматель попытался убедить инспекторов, что это он попросил водителя пригнать прицеп на указанное место и предложил решить проблему на месте за тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности, но тот покинул машину, оставив купюру между сидениями. В Кировском округе рано утром неизвестные лица с оружием в руках пытались ограбить пункт приема металла. Сторож успел закрыться в подсобке и нажать тревожную кнопку. Грабители были вынуждены скрыться. Опросив очевидцев и составив словесный портрет злоумышленников, оперативники проверили ранее судимых за подобные преступления лиц. Задержали двоих подозреваемых в Ленинском округе. При обыске в квартире были обнаружены обрезы охотничьего ружья и карабина. Ранее задержанные неоднократно были судимы. Сейчас за разбой группой лиц с применением оружия им грозит до 10 лет лишения свободы. Делом полиции номер 3 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент Кировским районным судом города Омска в отношении лиц, совершивших данное преступление, избрана мера песечения в виде заключения под стражу. В Омске строители грубо нарушают требования Водного кодекса Российской Федерации. Наши телезрители стали очевидцами того, как водитель КАМАЗа бетономешалки после того, как выгрузил цемент на объекте, моет емкость и сливает грязь прямо на берегу Иртыша. Действие происходит рядом с корпусом бывшего судоремонтного завода по адресу Красный путь 143-5. Судя по застывшим бетонным наростам, водители регулярно здесь моют свои машины. Примечательно, что напротив всего лишь в нескольких десятках метров расположена городская зона отдыха «Зеленый остров». Напомню, согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек устанавливается в пределах от 50 до 500 метров. То есть в этих границах запрещена какая-либо производственная деятельность. В нашем же случае строители сливают цементный раствор прямо с берега в реку. Природоохранную прокуратуру мы просим считать наш материал официальным заявлением по факту нарушения законодательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин